Ну что же, всем привет, ребят, меня как всегда зовут Урбандрюс, сегодня у нас речь пойдет про новый участок Калининско-Солнцевской линии, наверное, уже даже вскоре просто Солнцевская, потому что вряд ли ее соединяет с центральным участком, но сегодня, да, речь не об этом, а речь о новом участке от Рассказовки до станции Внуково, включая промежуточную станцию Пыхтина, которые будут открыты, ну, планируется, что они будут открыты в 2023 году. Как вы знаете, станция метро Внуково будет находиться прямо на территории аэропорта одноименного Внуково, и данный аэропорт будет вообще первым в России со собственной станцией метро. Если со станцией Внуково все понятно, то со станцией метро Пыхтина все намного интереснее. Во-первых, это будет вторая полуподземная станция, первая полуподземная станция это Мичуринский проспект, как вы знаете, а вторая как раз таки будет Пыхтина. Во-вторых, дальше после станции Пыхтина и вплоть до почти станции Внуково будет мост, то есть он уже почти построен сегодня, как раз таки мы туда съездим, и пока еще неизвестно, будет ли этот мост закрытым или открытым, но суть в том, что прямо со станции Пыхтина поезд будет выезжать на мост над рекой Ликова, соответственно, поэтому мост и строят, потому что там находится река. Станция метро Пыхтина будет находиться в районе Солнцевого парка, потому что на данный момент людям приходится ездить до станции Рассказовка, и это не очень удобно. Со Внуково немножечко сейчас попроще, потому что там хотя бы курсируют автобусы и по Киевскому шоссе до Красной ветки Сокольнической, и также до Рассказовки, но в любом случае открытие вот этого вот, казалось бы, небольшого участка решит огромнейшее количество проблем. Так что сейчас я предлагаю вам вместе со мной отправиться в небольшое путешествие вместе с моим самокатом, о чем я очень пожалел, собственно, вот непосредственно к этому мосту, который будет вроде бы крытый, открытый, непонятно, короче, погнали. Если говорить о темпах развития строительства данной станции, я, честно говоря, не могу быть предельно профессиональным в данной области, потому что у меня, во-первых, не было дрона, хотя я подумал о его покупке, не знаю, нужен ли это мне или нет, но я вам хочу сказать, что строительство действительно ведется, то есть я, правда, видел рабочих, рабочих достаточно много, и можно сказать, что да, строительство ведется достаточно активно, это очень хорошо, но будем надеяться, что в 2023 году все-таки станцию откроют. Вот сейчас можете видеть, кстати говоря, как раз-таки вид открывается на район Солнцево-парк, хотя не знаю, почему его назвали, кстати, микрорайон, потому что район достаточно большой, и станция метро, мне кажется, тут очень-очень нужна, она будет обязательно востребованная. Вообще, как вы могли понять, у Солнцево-парк достаточно новый район, будем называть его все-таки районом, он находится в поселении Внуковском, это Новомосковский административный округ. Этот район, наверное, просто А для Варламова, потому что здесь кроме панелек нет абсолютно ничего, да, есть магазины, школы, даже новая полиглиника, в которой я недавно был, и она, кстати, тоже очень крутая, но, по сути, кроме панелек и одного торгового центра здесь нет абсолютно ничего. Но, честно говоря, район достаточно ухоженный, и мне тут очень понравилось. Редактор субтитров А.Семкин Ну что, мы же с вами подходим, именно подходим, а не подъезжаем, потому что я еду в горку, а самокат будет ехать очень медленно. Собственно, да, мы почти с вами подошли к Пахтинскому метромосту. Я, честно говоря, даже не знаю, с какой стороны к нему лучше подойти, в принципе, получится ли к нему подойти сегодня, потому что там рядом деревня какая-то, в общем, непонятно. Ну, собственно, вот прямо за мной находится вот эта самая деревня Шельбутова или Шельбутова, не знаю, как правильно ставить ударение. Ну, в общем-то, прямо за ней и располагается Пахтинский метромост. Я сейчас буду искать пути, как к нему пройти или проехать, потому что, опять же, тут деревня, и вообще Пахтинский метромост расположен между деревней и шоссе, поэтому попасть, мне кажется, к нему будет очень тяжело. Самое странное, что я уже слышу звуки каких-то самосвалов, но это точно не стройка метро. И сейчас я буду искать какие-то пути, чтобы хотя бы краем глаза посмотреть на то, как там протекает процесс. Ну что, вот мы с вами и въехали в эту самую деревню. Кстати говоря, деревню ее назвать достаточно трудно, потому что, как-никак, это не Московская область, это Москва. И сейчас будем смотреть, получится ли увидеть вообще что-нибудь или нет. Дальше еще, на самом деле, все интереснее, потому что, ну, как бы тут я не проеду в любом случае, и сейчас мне придется везти, везти, везти. А там еще вдали вы можете видеть какая-то гора, и сейчас будем пытаться ее преодолеть. Ну что, ребят, самый прикол в том, что то место, где я сейчас нахожусь, это, короче, болото. И я не знаю, как сейчас буду про это здесь вот пробираться, потому что, не знаю, вроде тут есть какие-то сухие места, но я чувствую себя, не знаю, как будто я реально где-то в деревне, и мне очень страшно наступить куда-то не туда, потому что я не хочу, мало того, что испортить свои кроссовки, так и я не хочу просто промокнуть, потому что мне еще ехать обратно. Ну, вроде, вроде, я почти дошел. Если я буду внезапно кричать, то это будет плохо. В общем-то, я очень надеюсь, что мой самокат не украдут. Че, нельзя? Короче, суть в том, что меня оттуда прогнали. По-моему, как-то есть какой-то мужик, который сидит и следит за всем этим, и, в общем-то, он такой, типа, ну, он мне ничего плохого не сказал, он сказал, типа, иди, все. Ну, просто рукой показал, такой, ну, ладно. Просто суть в том, что я с самокатом, и далеко бы я не убежал. Но меня, естественно, не остановишь, поэтому сейчас я попробую посмотреть на это все с другой стороны. И, кстати, мне кажется, сейчас мне это удастся. Ну, тем более, че, я зря, что ли, сюда ехал? Правильно, не зря. Ну, в общем-то, моим кроссовкам, по-моему, настал капец. Вот, но, тем не менее, мы подошли немножечко с другой стороны. Здесь, кстати, открывается неплохой такой вид на... Это будет уже Внуково и на Солнцевый парк. И тот мужик меня, в принципе, не увидит, который был там. Поэтому я могу спокойно, мне кажется, сюда подойти. В общем, сейчас будем искать еще другую дорогу, потому что метромост находится вот-вот там. И мне до него нужно будет идти минут 12-15 в одну сторону. А самокат я здесь вставлять не хочу, поэтому сейчас будем как-то пытаться. В общем, я обнаружил еще одну дорогу. Там где-то мой самокат, где-то там валяется. Сейчас я попробую поехать через нее. Если не получится, то, видимо, мне придется идти вот через это поле. Что это, непонятно. Да, путешествие, конечно, сегодня оригинальное. Ну что, дорогие друзья, по всей видимости, я нашел нужную дорогу. Ну а теперь вопрос, доберусь ли я, в принципе, куда надо, или меня примут. Ну, по идее, не должны, потому что, ну, как бы, это дорога. Здесь вроде ездят люди, прекратить трястись. Хватит. Но зато тут хотя бы можно пройти и это круто. Это, кстати, речка Ликова, по-моему, через которую как раз-таки строят метромос. Только там она, по-моему, побольше. По-моему, это превращается в очень сомнительный влог. Но что мне пришлось только что пройти, это какой-то ужас. И кроссовкам окончательно настал капец. Я еще хотел сегодня поехать во Внуково, в аэропорт, чтобы просто посмотреть полосу. Но, к сожалению, учитывая, сколько времени у меня заняло вот это мероприятие, куда мы сейчас с вами идем. Мне кажется, не дойдем сейчас. Ну ладно, посмотрим. В общем, времени у меня уже точно на это не будет. А еще, ребят, мне очень важно ваше мнение, потому что я до сих пор не знаю, не то что в каком конкретном формате мне нужно снимать видео, но просто нравится ли вам вот такие вот мои разговорчики не по теме, как я просто куда-то путешествую, как я вот хожу через всякие болота, в том числе и сейчас. Или вам не нравится, вам нужно больше конкретики. Обязательно об этом пишите в комментариях. А я сейчас пойду. Дальше портите свои кроссовки. Ура! Ну что, ребят, милости прошу. Пыхтинский метромост. Вот он прямо тут за мной. Конечно, при таком отсутствии увеличения вам, наверное, ничего не видно, но, тем не менее, для себя я выполнил какую-то цель. Мы с вами побывали сегодня около метра моста. Сейчас еще попытаюсь походить по разным местам и попробовать пофоткать что-нибудь нормально, потому что, ну, вот так это вообще не дело. Давайте попробуем с вами увеличить и посмотреть, что там происходит. По сути, там, как бы, ничего особенного. Единственное, там ходит какой-то мужик, но, я думаю, вряд ли он побежит до меня через реку, поэтому ничего, думаю, страшного в этом нет. Значит, примерно там мы можем, я так понимаю, с вами наблюдать своеобразный такой портал, переход из станции на мост, либо из тоннеля на мост, потому что до сих пор я не помню конкретную трассировку. Я, конечно, извиняюсь за такое качество видео, но это все, на что способен мой телефон, потому что у меня, к сожалению, нет видеокамеры. На самом деле, сейчас очень много споров по поводу того, каким именно этот метромост будет. Некоторые говорят, что он будет официально, по-моему, говорят, что он будет закрытым, но мне, я думаю, и вам, ну, тем, по крайней мере, кто интересуется московским транспортом и московским метро, в принципе, вам бы хотелось, я думаю, видеть его открытым, потому что, например, вот с этой точки, мне кажется, с телескопическим объективом могли получиться просто обалденные кадры метро-составов, поэтому... Данное видео снималось где-то порядка месяца назад, но я не думаю, что за месяц здесь что-то кардинально поменялось, вердикт такой. Стройка идет достаточно интенсивно, рабочих много, работа кипит. В любом случае, строить мост намного проще, чем прокладывать тоннели. Я думаю, можно ждать, что этот мост, я очень надеюсь, что достроят к концу 2021 года. Что касается самого участка, мне кажется, его можно было бы открыть и чуть раньше, не в 2023 году, а на год раньше. Я, конечно, не разбираюсь, в принципе, я далеко не метростроевец, но мне кажется, с какими темпами строят, например, линии метро в Новой Москве, там, Троицкую линию и так далее, здесь, мне кажется, можно было бы и постараться, поскольку этот участок очень и очень важный, и он уже свяжет построенные районы Москвы, а не которые находятся в процессе строительства. Ну что же, огромное спасибо всем тем, кто досмотрел это видео до конца. Возможно, оно получилось скучным, но тем не менее, я для себя просто хотел съездить и посмотреть, что же с этим метромостом сейчас происходит. Процесс на самом деле, мне кажется, достаточно уверенный, но стройки еще достаточно много, год еще нужно минимум ждать. Но я вам безмерно благодарен, если вы досмотрели это видео до конца, потому что действительно старался, я проделал огромный путь, и будет очень классно, если вы поставите пальчик вверх, мне будет очень приятно. Но если видео по какой-то причине вам не понравилось, вы вольны поставить дизлайк, аж лучше этого не делать, потому что я, опять же, старался, убил свои кроссовки, в общем-то, но, опять же, на все ваша воля. Обязательно пишите в комментариях, какие точки еще вы хотите, чтобы я поснимал в Москве, а может быть и не только в Москве, в Московской области или в городах, которые близко к Москве, в общем, неважно. Всем, как всегда, хорошего настроения. С вами были метромост Пыхтинский, Урбандрю. Всем пока!